В Каргантинской области разразилась настоящая битва за жилье. В Шахтинске неожиданно начали объявляться старые хозяева, брошенных много лет назад квартир. Новые владельцы выселяться отказываются, тем более ордеры на жилье им выдавали в Акиматах. Есть ли у них шанс отвоевать квадратные метры, выясняла Людмила Батюшкина. Эти взрывы домов в Шахтинске положили начало сегодняшним скандалам. Тогда, в начале 2000-х, люди были вынуждены оставлять дома без отопления и воды. Искали другие брошенные, но отапливаемые квартиры, заселялись, в Акиматах им выдавали ордера. А теперь, спустя годы, этих жильцов выселяют уже судоисполнители. Поэтому вы сейчас не имеете право, значит, исполнять. Поскольку эти действия обжалуются в суде. Извините, я уже назначил срок уже. Все, а мы обжалены. Как назначить, так как минимум. Квартиру дали мне разбитая, совсем, гвоздодером двери открывали. Прям разбитая, мусорка была натуральная. Я своими руками вывезла всю грязь, делала ремонт. Все покрасила, поставила пластиковые окна. И теперь нашлась хозяйка, продала квартиру другому человеку. Чтобы снизить градус напряжения, юристы Акиматов переводят такие квартиры в коммунальную собственность. На суды вызывают прежних хозяев свидетелями, те подают встречные иски и выселяют новых жильцов. По данным Акиматов, шахтинские новые хозяева появились у трех тысяч брошенных квартир. Сейчас подано около полутора тысяч заявлений на оформление такого жилья в собственность. В прошлом году мы увеличили количество юристов, которые занимаются процессами в суде. Но есть проблема не только в местной исполнительной власти. Здесь еще проблема в том, что судьи даже сами не справляются с тем потоком обращений от нас, переводят в коммунальную собственность, от собственников. Поэтому процессы затягиваются. Добавляют масла в огонь и мошенники. После подорожания жилья в шахтинские сотрудники Акиматов выявляли уже не одну поддельную доверенность от старых владельцев жилья, по которой нечистые на руку граждане перепродают квартиры в новые руки. Мне непонятна ситуация, почему суды признают права бывших собственников. Хотя у нас в постановлении правительства, в дополнительных подзаконных актах, есть такое, что человек утрачивает право собственных, которые длительное время не живет, не проживает, не пользуются данной собственностью, не оплачивают какие-то услуги. По словам Акима Шахтинска, всем выселенным предоставляется либо временное жилье, либо их ставят в очередь на квартиры. Тем временем люди, объединенные общей бедой, обещают каждое новое выселение встречать массовыми акциями протеста. Пускай закон нам и выдают законные квартиры. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область.